Сегодня я хочу вам рассказать о такой замечательной операционной системе, которая возможно даже лучше чем Kali Linux. Речь пойдет о Parrot Security OS. Всем привет, мои дорогие друзья, с вами снова Андер, и я считаю немного несправедливым тот факт, что практически все свои ролики я снимаю на одном лишь только Kali Linux. Дело в том, что это далеко не единственный дистрибутив, который заточен под хакеров и под специалистов по информационной безопасности, но почему-то я снимаю только про него ролики. И именно поэтому сегодня я решил все это исправить и рассказать вам о таком замечательном дистрибутиве Linux, как Parrot Security OS. Эта система точно так же подходит как для хакеров, так и для специалистов по ИБ. И, мне кажется, это достойный конкурент для Kali Linux. Собственно, давайте-ка мы на это наконец-таки посмотрим. Посмотрим на эту систему и попробуем установить ее на виртуальную машину. Итак, друзья мои, давайте-ка мы наконец-то скачаем эту систему, запустим ее, установим на виртуальную машину и вообще посмотрим, что она из себя представляет. Переходим на сайт ParrotSec.org, ссылку я оставлю в описании, чтобы вам было легче этот сайт найти. В первую очередь бросается в глаза то, что сайт действительно очень грамотно сделан, намного симпатичнее выглядит, чем сайт Kali Linux. Кстати, сегодня будет очень много сравнений именно с Kali Linux, поскольку это прямой конкурент для этой системы. Все сравнивают эту систему с Kali Linux, и я тоже буду. Так, здесь есть скриншоты, но окей, сильно не будем их разглядывать. Здесь есть русский язык, чем я вам не советую пользоваться. Пользуйтесь, друзья мои, по возможности, только англоязычными версиями из сайтов и программного обеспечения, потому что ПО, именно англоязычное, оно, во-первых, и чаще обновляется, и в MAN, именно в документации, там будет больше актуальной информации. Поэтому, если есть возможность, учите английский. Есть несколько сборок. Это сборка для Security и сборка Home Workstation. Нас интересует именно Security. Я не знаю, чем они отличаются, но мы специалисты по защите информации, поэтому выбираем именно ее. Есть стандартная сборка с интерфейсом Mate и стандартная, точнее, сборка уже не совсем стандартная с KDE Plasma. Очень симпатичный интерфейс. Мне безумно нравится KDE, но по некоторым причинам я сейчас вам не пользуюсь. Как-нибудь потом расскажу, почему. Собственно, давайте мы сейчас скачаем обычную версию Mate. Она у меня уже скачана, поэтому этот шаг я пропущу и запущу виртуальную машину. Использовать можно абсолютно любую. VirtualBox, VMware Workstation или что-либо еще. Если вы не в курсе про виртуальные машины, у вас сейчас здесь где-то вылезет подсказка, обязательно тыкните на нее и посмотрите ролик про виртуальные машины, чтобы вы знали, что это такое, как устанавливаются системы на них и, в общем-то, были в курсе событий. Но мы давайте очень быстро, очень так, я кратко, поверхностно сейчас расскажу как я создаю виртуальную машину. Вдруг вы все-таки не будете смотреть ничего. Создаем виртуальную машину и далее, далее, далее. Здесь указываете файл образа, который вы только что скачали. Опять далее, далее, далее. Операционная система выбираете Debian, поскольку Parrot Security OS основан именно на Debian. Опять далее, далее, далее. Здесь прописываете путь, путь, где у вас будет будет храниться это самая виртуальная машина, жесткий диск виртуальной машины и прописываете название. Количество процессоров 2 на 2 ставьте, в принципе, для всех сейчас актуально. Оперативки можете вы выделить 1 гигабайт или 2 гигабайта, вполне достаточно. Трансляция сетевых адресов через над, опять далее, далее, далее. И виртуальный диск в одном файле. Максимальный размер диска 40 гигабайт. Если вы не в курсе, друзья мои, про эти настройки, еще раз говорю, посмотрите ролик про виртуальные машины. Там все намного подробнее я рассказываю, и вы будете понимать, что я делаю. Ну, а мы, собственно, запускаем теперь виртуальную машину, которую только что создали или создали. И видим мы вот такое вот замечательное окно. В чем прелесть таких дистрибутивов, как по мне, так в том, что мы сейчас можем протестировать систему, выбрав просто live mode. Мы можем понять, запустится она у нас, понравится ли она нам, и просто попользоваться ею без установки в лайф-режиме. Вот такое вот у нее сейчас замечательное окно загрузки. И не менее замечательный интерфейс, друзья мои, вы только посмотрите. Действительно очень симпатично выглядит система. Сейчас не будем выдаваться в подробности, что это такое, что за инструменты. Самое главное, что эта система у меня загрузилась. И давайте перейдем к установке. Alt-Ctrl-Enter, чтобы свернуть машину вот в такое вот окно. Давайте перезагрузим эту систему и начнем установку. Кстати, если вы вдруг решите установить эту систему просто себе на компьютер, установка будет выглядеть точно так же. Выбираем пункт Install. И здесь есть несколько установщиков. Первый это стандартный Debian установщик консольный. Он выглядит как установка Windows XP. Все на таком синем интерфейсе при помощи клавиатуры. Он мне не очень симпатизирует. Мне гораздо больше нравится вот этот вот GTK GUI. В общем, будем устанавливать именно таким способом. При помощи привычных для нас кнопок, которые нажимаются мышкой. Как бы это по-ламмерски не звучало. И вот что мы видим, друзья мои. Очень даже стильный установщик. Я не перестаю удивляться тому, что эта система действительно мне нравится. Далеко не каждый Linux может этим похвастаться. Язык. Выбираем русский. Регион. Украина. Россия. Давайте Россию выберем. Раскладка клавиатуры русская. А здесь можно выбрать кнопку, которая будет переключаться раскладкой клавиатуры. Можно просто одним шахтом, например, переключать или капслоком. Ну, давайте по традиции выберем Alt Shift. А вот на этом этапе нам надо придумать пароль суперпользователя. Суперпользователь это root. По традиции, как в Kali Linux, я установлю пароль тур, root наоборот и продолжаем. Эта система нам изначально, по-моему, не позволит работать под root, поэтому давайте введем имя пользователя, под которым мы будем изначально работать и пароль. Так, дальше выбираем часовой пояс. Я нахожусь недалеко от Красноярска, поэтому выберу именно его. И здесь немножечко ждем, пока загрузятся какие-то пакеты и запустится программа разметки жестких дисков. Если у вас новый жесткий диск, то есть вы устанавливаете на виртуальную машину, то смело можно выбирать использовать весь диск. Что-то там удалится, что-то отформатируется, но меня это сейчас не волнует, потому что жесткий диск у меня виртуальный, он новый, на нем ничего важного нет. Если у вас есть важные данные, ни в коем случае не выбирайте автоматическую разметку диска, иначе у вас все удалится. Выбираем, наверное, все файлы в одном разделе, рекомендуется новичкам. Также можно выбрать отдельный раздел для Home, отдельный раздел для WarTmp. Нам это сейчас не интересно. Я потом как-нибудь расскажу, для чего это нужно, а сейчас давайте все сделаем как можно быстрее. На этом этапе выбираем вот этот вот пункт, закончить разметку и записать изменения на диск. Вы не указали ни одного раздела для пространства подкачки. В Windows есть такой файл, он называется pagefile.sys, по-моему, или как-то так. Это файл подкачки, а здесь в Linux таких файлов нету, используется именно разделы подкачки. Его использовать желательно, но я не буду. Записываем изменения на диск и, собственно, все. Установка началась, поэтому здесь сейчас ничего интересного не будет и я, наверное, этот этап пропущен. А вы пока можете, друзья мои, сходить попить чай, кофе или кто что любит. Достаточно долго длился этот этап, около получаса, наверное. У меня уже камера начала садиться, поэтому надо заканчивать скорее. Следующий этап это установка системного загрузчика на жесткий диск. Мы просто жмем да, выбираем здесь единственный у нас доступный жесткий диск и устанавливаем граб на него. Еще здесь парочка этапов, но, собственно, нам уже ничего не придется нажимать, насколько я помню. Насколько я помню из установки Debian Linux. Все, друзья мои, установка завершена. Мы можем перезагрузиться в систему и начать ею пользоваться уже как нормальной полноценной операционной системой. Наш виртуальный компьютер перезагрузился и мы теперь видим вот такую вот картину. Выбираем PowerSecurityOS и загружаемся уже в саму установленную систему. И вот такое вот у нас окно приветствия. Очень даже неплохо выглядит. Я ввел свой пароль, который задал во время установки. И теперь мы попадаем на рабочий стол. У нас сразу же появилось сообщение о том, что появились какие-то обновления, но сейчас я ничего устанавливать не буду. Язык клавиатуры. Окей, давайте пока английский язык выберем. Давайте все-таки посмотрим на эту систему, что же она из себя все-таки представляет. Сразу же видим огромное отличие от калли. Это вот этот пункт анонсерф. Это анонимное использование интернета. Не знаю, как это работает. Скорее всего здесь какой-то VPN, прокси или что-то еще. Может быть что-то типа Торда, криптография, утилиты. А, вот отдельный раздел Парвард с утилитами. Так, ну здесь в принципе все стандартно. Графическое оформление мне напоминает Gnome 2. Кто помнит, еще был такой Gnome на Debian, на Ubuntu. Но это Mate. Он намного симпатичнее. Итак, разделе Парвард подробнее. Most Used Tools. Это наиболее используемые утилиты, которые наверняка вам пригодятся. Aircrack NG. Это утилиты для взлома Wi-Fi. AirGridon. То же самое. Эти утилиты созданы исключительно для ознакомительного взлома своего собственного Wi-Fi. Мы же не собираемся взламывать чужие Wi-Fi сети. Это незаконно. Никто не будет взламывать чужие Wi-Fi сети. Wireshark с графическим интерфейсом. Это анализатор сетевого трафика. Этеркап. Ну, очень много утилит, друзья мои. Обо всех этих утилитах я рассказать, к сожалению, не смогу. Даже в целом ролике. Но очень кратко. Вот раздел для получения информации различным способом. Это анализ уязвимостей. Как видим, здесь есть отдельно анализ уязвимостей CISCO. Очень полезные инструменты. Утилиты для анализа веб-приложений. Работа с базами данных. Эксплойты. Атаки на пароли. Беспроводные атаки. Снифинг и спуфинг. Что-то цифровое. Я не знаю, как в Forensics переводится. Утилиты для работы. Для проверки уязвимостей автомобилей, друзья мои. Вот этого точно не было в Kali Linux. Я не спорю. Это все можно установить. Но этого не было. Это очень крутой раздел. Реверс инжиниринг. Утилиты для создания отчетов каких-то. Системные сервисы. Первое впечатление об этой операционной системе. Это очень крутое. Так, это систем-монитор. Загруженная система показывает. Я просто не могу понять, это процессор или что. Да, это процессор, это память. А это, видимо, сеть. Да, это сеть. Что здесь есть еще? А, здесь еще и меню снизу, друзья мои. Вы только посмотрите на это. А здесь уже, кстати, почему-то все на русском. Ну, практически все. Графика. Здесь даже есть встроенный Photoshop. Это линуксовский аналог Photoshop. Кстати, неплохая программа, но надо привыкать к ней, конечно же. В общем, огромное количество утилит. Здесь и офис, и торрент-клиент, тор. Здесь есть все для того, чтобы просто брать и полноценно пользоваться компьютером. Я не удивлюсь, если здесь установлен Steam. Нет, Steam не установлен. Все-таки эта система не для игрушек. Но игры Linux наконец-таки начал нормально поддерживать. У меня недавно GTA 5 получилось установить и запустить в эмуляторе. Ну, это совсем другая тема, друзья мои. Ну, вот как-то так мы установили систему. Она у нас запустилась. И давайте-ка мы проверим это все, если у меня сейчас камера не сядет. Так, давайте зайдем в терминал. Alt F2 и напишем Gnome Terminal. Скорее всего, так. Очень симпатичный интерфейс. Мне вот он прям намного больше нравится, чем у Kali Linux. Терминал действительно выглядит очень стильно. Что касается плавности интерфейса, то у меня и Kali Linux не затупливал. И эта система работает вполне неплохо. Я не знаю, как их сравнить в этом плане. По количеству употребляемой памяти они тоже особо не отличаются. В деле себя, естественно, эта система покажет только через какое-то время. Поэтому, друзья мои, я думаю, это далеко не последний ролик об этой системе. Вот такой вот у нас сегодня замечательный ролик, друзья мои. Как всегда, надеюсь, вам этот ролик понравится. И я также надеюсь, что он для вас был полезен. А если это так, то не забывайте подписаться и поставить палец вверх. И, кстати, да, можете поставить себе эту систему и написать ваше впечатление о ней. Как вы вообще считаете, лучше она, чем Kali Linux? Хуже? Или, может быть, их вообще нет смысла сравнивать и они лишь дополняют друг друга? В общем, свое мнение обязательно напишите в комментариях. А с вами был Андер. Увидимся, друзья. Пока!